Эх, казаченьки, эх, ребятушки, разве нам горевать да тужить? Люба дорога, злого ворога, в острой сабелькой покрошить. Поет Татьяна Ковальчук, казачка в четвертом поколении. С мужем познакомилась ни много ни мало в открытых водах океана. На рыболовецкие судна мы работали там, во Владивостоке, и там мы с ним познакомились. Вот и с тех пор мы вместе. Оба морячили и потом сморячились. Вот она первая, вот я такую увидел на фотографии. Это она там на судне. О чем подумали? Какие были первые эмоции? Один день я ее увидел, она там работала в цеху. И потом сказала, это моя. И так как это самое, на второй день не мог глаз оторвать. А теперь пять, третий, пятый, и все, и уже. Когда он меня завел в магазин и сказал, выбираем кольца, я, конечно, была ошарашена. И вот уже 40 лет они вместе. Ради жены Сергей Иванович уехал из родного дома. Сам он с Украины и стал казаком. Черноморское казачий войск вступил на родине супруги в Слободеи 20 лет назад. Казак – это даже по вере казачьей, это православный человек, должен всегда верен себе, верен народу. Как говорят, когда присягу принимаешь, да? За веру и верность. И всегда ходить в церковь. У ковальчаков два сына, две внучки, один правнук. Казачьи традиции передаются исправно. Главное – посвящение. В прошлом летом обряд прошел трехлетний правнук. Верстали мы его в Бензерской крепости с дедом, ну, получается, с прадедом, и с дедом он был, верстались. Значит, когда мы его садили на коня, я думал, он испугается туда-сюда, но его невозможно было снять с коня. Настолько ему это все понравилось, катание на коне. Правда ли, я как несведущий в этом человек спрашиваю, правда ли, что в каждом доме должна быть шашка, и каждый казак должен уметь ей управляться? Ну, это правда, но так как это такая вещь, она очень дорогостоящая, и приобрести ее, это уже получается как музейный экспонат. С детства мне отец сделал шашку, вырезал с дерева, и я бегал с ней по двору и махал по всем кустам, розам, цветам. Ну, точно так же сейчас... Мама была, наверное, против. Да, мать, конечно, как всегда, получали, стояли в углу. Казацкий кулеш, его можно готовить с пшеном, с гречкой и с лапшой. Мы, я сделала с лапшой, будьте любезны. И еще казацкий пирог с маком. Это в обязательном порядке у казаков. Завтра казаки проведут день в делах и заботах, а еще без мяса, масла и яиц. В крещенский сочельник все держат строгий пост. Готовят дом к святому дню и приходят на исповедь, чтобы купели подойти с чистой душой. Но это завтра, а пока можно и спеть. Люба, братцы, Люба, Люба, братцы, жить! С нашим атаманом не приходится тут жить!